Я же тебе говорил, а ты сейчас уже там всех убил в их спиной. Наворачивать круги. Всем привет, ребят, с вами Лего, Лилия Оператор. И сегодня мы поедем в какой-нибудь магазин, мастер в спорт или еще куда-нибудь. Может быть, зайдем к какому-нибудь человеку, который разбирается в велосипедах. И он нам подскажет, что мы неправильно сделали при сборе нашего велосипеда Мериды 2017 года. Вот, вот, вот и наш велосипед, как, каким вот он образом выглядит. Нам нужно будет подкачать колеса. Далее нам нужно посмотреть, будет на тормоза. Правильно ли мы зафиксировали переднюю часть велосипеда. По амортизаторам понять, что вы за блокировка лоукаут называется сильнее. Ну и по скоростям тоже пострашивать. Правильно ли мы тут соединили руки, потому что здесь есть тело, что непонятно, на каком уровне она должна находиться. По креслу, по педалям дотянуть. Ну и, в принципе, грубо говоря, собрать, дособрать наш велосипед. Вот, вместе с вами мы сейчас отправимся в какой-нибудь из магазинов. И, в общем-то, наверное, сегодня сделаем какой-нибудь тест и прокатимся. Поехали. Короче, приехали мы в Чемпион. Сейчас завезем велосипед на починку. Точнее, на установку на починку. Я сейчас почувствовал таким человеком, который, это, по гарантии, как будто бы, там кто-то сейчас может выходить. А ты завалишься сразу, как мега-оператор. Я же тебе говорил, а ты сейчас уже там всех убил, а вы стыдай. Какой там третий? Да. Вон, смотри, как я прям истинный спортсмен-велосипедист. Прям истинный спортсмен-велосипедист. Махай. Я уже тут себе кресло устанавливаю, а ты говоришь, махай. Ну что, я похож на спортсмена, нет? Да, вообще. Я бы сегодня предлагала купить спортивный костюм, отказывается. Что-то нашли в шкафу и сойдет. Сказали, сейчас придет босс. Ну, там, наверное, коньки точит. 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 Велосипед немецкого производителя Merida Big Nine 500. Крепкий, быстрый, универсальный, в его основе легкая и прочная алюминиевая рама Big Nine TFC. Качественный воздушно-масляный амортизатор RockShox с ходом 100 мм с блокировкой жесткости. Задние переключатели Shimano SLX. Передние Shimano Diori. Переключатели на руле тоже Diori. Высокая надежность и быстрое переключение передач. А их 20. Shimano японская компания. Один из крупнейших в мире производителей оборудования для велосипедов. Основан на феврале 1921 года. Колеса велосипеда 29 диаметров. Двойные обода. Резина Machis Icon 2,2 дюйма. Широкие и классные, чтобы перемещаться по бездорожью обычным шоссейным дорогам. На велосипеде такого уровня нужно не только быстро кататься, но и быстро тормозить, чтобы остановиться перед препятствием. За это отвечают качественные дисковые гидравлические тормоза компании Shimano. Но если вы новичок, поосторожнее, тормоза реально быстро срабатывают и хорошо тормозят. А это вы как раз таки увидите в ролике. Покатило чудо-юдо. Наворачивать круги. Покатило чудо-юдо. Это обязательно в Ютуб надо. Всё? Да я покаталась. Ты прям как ТП. Знаешь, что такое тяжело? Я знаю, я не знаю, куда полезло. Ты что, будешь? Нет, я вот так покатаюсь. Ну что, ребят, вот мы и приехали с настройки нашего велосипеда Мерида 500 модели, Big Nine называется серия. Ну что, давайте расскажем о покупках. А для начала нам нужно выпустить кота Пашу, который в туалете у нас сидит. Его немножко здесь закрыло, да? Выходи давай, быстрее! Вот. Давайте сейчас начнем с разговоров о том, что мы сделали неправильно и не доделали. Начнем с того, что когда нам прислали этот велосипед, естественно, его нужно собирать. Расскажем о доставке данного велосипеда. Доставка пришла в считанные сроки, по-моему, даже меньше недели. После заказа я уже успел покататься, пробовать. Как я понял, бракованных деталей нету и нам бы это сказали на моменте, когда настраивали данный велосипед. Настройщики сказали, что переднее колесо мы установили правильно. Здесь есть такой фиксатор, который на себя он разблокировывается, а от себя блокируется. И то есть колесо стоит правильно. Слава Богу, мы не нажимали на тормоза, когда своими кривыми пальцами пытались сделать установку велосипеда. Тогда бы здесь механизм заблокировался, его бы пришлось как-то тоже разблокировать. Ну, в общем-то, в этой сфере я не мастер, поэтому рассказываю как могу. Слава Богу, мы этого не делали, то есть тормоза не трогали. Далее еще что. Колеса мы, естественно, тоже не качали. Нам их подкачали, по-моему, поставили 3,5. У нас колеса, насколько я помню, 29 на 2,20. То есть, я так понимаю, это самый большой размер. И мне сказали, что, в общем-то, нужно беречь эти колеса. Они, естественно, стоят дороговато. Также нам нужно купить насос. Но мужчина нам очень сказал очень интересную вещь. Когда вы надуваете колесо, обязательно его ставите вот в таком вот положении, чтобы здесь был ниппель, получается. И сюда, он сказал, докупить просто переходник в каком-нибудь магазине. Например, Триал Спорт, он сказал. Для того, чтобы сюда подходил обычный автомобильный насос. Потому что насос оригинальный, по-моему, велосипедный стоит 550 рублей. Это очень нужная вещь. Либо переходник и пользуйтесь автомобильным. Я думаю, лучше купить переходник и пользоваться автомобильным, так как автомобиль есть. Далее что? Здесь у нас руль был не до конца закреплен, когда мы тоже собирали его. Он сказал, что он нам его закрепил. И вот здесь есть такая стрелочка. И, в общем-то, все здесь сделано правильно. С рулем разобрались. С колесами разобрались. С тормозами тоже разобрались. Они работают. Дальше мне очень интересно понравилось, что, когда настраивали мне велосипед, подкручивали вот здесь вот цепь. Сделали все очень грамотно. На это потратили времени около, наверное, 10 минут. Потому что ставили на специальную подставку велосипед, крутили педали. И цепь ходила в разные стороны. И они смотрели, как можно было бы... Ну, чтобы не сорвать цепь, постоянно проверяли, как это работало бы в действии. То есть, цепь постоянно ходила, ходила в разные стороны. Они проверяли на разных скоростях. Далее что? Педали у нас были не до конца закручены. Сюда Лилия говорила на стриме, что нужен ключ 13. Но здесь подходит обычный ключ на 15. То есть, на 15 все. Но это не так страшно. Педали работают. Все нормально. Один раз закрепили, не трогаем. Задняя часть, слава богу, у нас была в сборе. Мы ничего здесь не трогали. Здесь все идеально просто. То есть, в принципе, даже я так подумал, что человеку, который разбирается, потребовалось по времени где-то около 10 минут. Или даже может быть 15, чтобы сделать полную установку на новом велосипеде. Мы сидели где-то час тридцать. И то ничего не доделали. Но это не страшно. Это такой велосипед. В общем-то, я когда пришел в магазин, спрашиваю, что мне вообще надо для велосипеда. Теперь мы поговорим о том, что нам вкрутили. И надеюсь, вы напишите в комментарии, нужны эти вещи или нет. Они спросили, какая у вас модель велосипеда. Я сказал, Merida Big 9 500. Они сказали, о, это вообще крутая модель. Показала она мне на стенде, какие есть. Есть еще тысячная модель. Она стоит уже в районе 100 тысяч. Но она сказала, вот эта модель, это уже как бы потолок надежности. И этого велосипеда, она сказала, хватит на всю жизнь. Это реально такой долгострой, что ли, который не ломается. Если при правильном уходе, он не ломается, и вы на нем можете очень долго ездить. Она реально похвалила, что вы выбрали этот велосипед. И сказала, что нужно докупать различные штуки. Подкрыльники мы взяли. Передний просто отсоединяется, выдергивается элементом. Вот так он выглядит. Он может тоже различным способом фиксироваться. Ну, то есть он стоит все нормально. А, да, забыл еще сказать момент. Видите, вот эти вот провода тормозные. Здесь, оказывается, нам тоже подсказали, что здесь есть элементы специально под кабель, чтобы ничего на колеса нигде не попало. Как вы видели бы на прошлом стриме, у нас здесь рядом проходил вот этот вот кабель тормозной. И он мог, допустим, задеть колесо. Здесь, оказывается, есть специальный фиксирующий элемент. Шестигранником он откручивается и закручивается. Все, в принципе, все очень легко и нетрудно. Так, что еще? Ну, в общем-то, у нас вот два подкрыльника. Один спереди, другой сзади. Он может ходить влево-вправо. Тоже здесь закрепляется очень легко. Все очень просто и стоит 1300 рублей. Я, когда начал там потихоньку раскошеливаться, немного припотел. Далее поехали. Вот была стандартная сидушка. Сказали, что бесполезно на ней кататься, потому что вам будет плохо. Там была широкая версия. Была узкая версия, вот эта средняя. Видите? Реально похоже на жопу. Жопа садится на жопу. Фишка в том, что она очень мягкая. Я катался уже сколько? 30-40 минут накатал нормально. Только ноги у меня очень сильно устали, а по сидению все очень отлично. Сидушка стоит тоже в районе 1200 рублей. Итого уже там получается 2300-2400. Далее. Можно было сюда установить подставку специальную под водичку такую. Типа взял, начал пить и так далее. Но нам сказали, зачем вам нужно ставить сюда воду, когда на нее летит вся грязь и так далее. Вы потом начинаете пить. Сказали просто взять вот такое вот решение. Сумочка клейкая. Стоит 400 рублей всего лишь. Здесь можно хранить как и телефон, так и различные устройства. И также мы взяли универсальную спрей-смазку, чтобы смазывать цепь. Допустим вы покатались, на вашей цепи очень много грязи. Она высохла. Вы эту грязь с тряпочкой сухой убираете. И потом смазкой, спреем пшикаете. И получается у вас такой вот жидкий ключ. Проникает и смазывает от минус 80 до плюс 140 градусов. Гарантия защиты от износа и скрипа 1 год. Нифига себе. То есть и стоит 360 рублей. 360 рублей получается. 400 рублей сумочка. Закрываем. Потом подкрыльники под 1200. Здесь сидушка 1400. И очень интересный элемент для камеры. Крепеж. 3000 рублей. Итого получается в районе 7-8 тысяч потрачено сверху на велосипед. И еще, естественно, если бы я хотел кататься по городу, мне нужно было бы докупать фонари специальные, чтобы водители могли меня видеть на дорогах. Ну и этого я, естественно, не докупил. Потому что, ну, хорош уже. Куда денег тратить? Денег нет. Как говорится, кататься на велосипеде, я так понял, это одно из таких приятных и дорогих удовольствий. Но, на самом деле, качеством сборки я очень сильно понравился. Наваливал я на нем очень вообще мощно по кругу. Постоянно переключал передачи. Просто я еще немного новичок в этом деле. Поэтому пишите в комментарии, как нужно правильно переключать скорости, чтобы с цепью, допустим, ничего не случилось. Потому что, как я понимаю, ее можно перегнуть. Если бы с большой звездочкой, допустим, сзади, я бы ехал на маленькой звездочке. Я так понимаю, что должна цепь идти равномерно. Ну, в общем-то, подскажите, как примерно нужно ехать на трассе и как примерно нужно ездить по бездорожью. На большой, допустим, звездочке или на маленькой, также сзади. Ну, я, в принципе, разобрался уже. Очень интересно, что вот с этими переключателями, когда едешь, в голове себе просто нужно понять, что левые переключатели – это большая звездочка, правые переключатели – это задние звездочки, а левые переключатели – это передние две звездочки. И там уже путем метода проб и ошибок ты едешь и понимаешь, когда у тебя быстрее ноги крутятся, когда тяжелее, находишь себе оптималку. Оптималка где-то это примерно здесь, когда разогнался большая звездочка, и здесь на задней оси где-то посередине тоже звездочка. И тогда оптимально ты спокойно едешь и наворачиваешь круги На самом деле по асфальту вообще наваливает велосипед Осталось проверить его в деле где-нибудь на бездорожье Ну и естественно мы поснимаем еще серию видеороликов Наверное я буду иногда ездить просто снимать А на заднем фоне допустим вам что-то рассказывать И вы будете знать уже сколько реально этот велосипед у нас проедет То есть реально сделать тест драйв до первой поломки, когда что-то с ней случится И я вам конечно же дам знать Ну что ребят, с вами был Лего Не забывайте подписываться на канал, вроде ничего не забыл Если хотите мне что-то подсказать, что можно добавить для этого велосипеда Или чему-то научить, пишите в комментарии Всем пока-пока, не забывайте ставить лайкосы Субтитры сделал DimaTorzok